Так, теперь, ты, значит, можешь исследовать или не можешь ещё исследовать? Да, у нас появилась возможность исследовать. Блин, а вот пауза снята. Ну, посмотрим, что мы будем исследовать. Дроны-сенсоры, дальше, колонии в пустынях, адаптация. Модульная архитектура. Улучшены строения, экстрактор металла, завод фрегатов, литийная, титанов. Ну, это нам нужно на самом-то деле. Так, нам всё нужно. Уровень 0-2, здесь сколько? Тоже два уровня. О, вот это надо. И вот это надо. Обязательно. Теперь военных-военных корветт какой-то фототипом Киона. Да. Окей. Пока что кристаллов у нас не очень много. Ага. А чё за фигня? Почему я его не могу построить? Нифига. О, у него способности, смотрите, какие. Колонизация, ионный разряд, улучшенное наведение, прекращение огня. Восстановление экрана, электромагнитный разряд, монетизатор, подвижное поле. Но этого нам рано, ради активно помпа разрушить планету, ракетный шквал, интересно. Вот. На абортаж команда высадки, спасательная работа, элитный экипаж. Интересно. Ну, давайте что ли авианосец построим? Ага, недостаточное снабжение фото, ясно. Ясно-ясно снабжение. Так, а снабжение? Нам оно нужно вообще. Так, у нас что-то разведали. Ты куда-то улетел? Где ты тут что исследуешь? Что ты должен знать? Цилар, фонтан антиматерии. Да как так? Я уже там. Да, исследуй, короче, бесконечно. Так, да, в военном плане мы уже отстали от всех остальных. Но я-то коплю всякие приколы тут. Мы что, уже исследовали всё? А вот и следует, видите. Так, ну ладно. И модульную архитектуру, хотя нет, пока не надо, наверное, апгрейдить. Потому что пока что мы не колонизируем нифига. Так, и нужно военную лабораторию построить, наверное. Давайте-ка построим её. Тяжёлый сборщик. О, звёздных баз. Кто там сканирует кого? А, наверное, здесь. Колонизация Арктики. Ох, нифига себе, здесь крутая планета. И вот ещё астероиды. Земфира. Астероид. Астероид. Что за Земфира? Тут есть кто-нибудь? Да, тут есть осадный фрегат Кроссов. Ну, эти какие тут штуки интересные. Нужно будет всё это захватить. Ну, то и там ней травы, а здесь вообще никого нет. А, нет. Фрегат Кобальт-2, истребительный фрегат Гажда, осадный фрегат Кроссов. Окей. Значит, нужен большой корабль, как минимум. Не знаю, но большой корабль это дорого. Очень дорого. Планета земного типа Родина. Родина это... А, нет, не сори. Не Сирас она называется. А не Родина. Это наша Родина. Так, 250. Так, 250. Окей. Пусть, короче, охотятся за той империей. Эм, да. Всё равно у меня экономически, именно моя империя самая будет развитая. Потому что у нас нет противников, которые такой же фракции, как и мы. А мы получаем с их денег себе часть. Так, снабжение. Давайте... Военная лаборатория. Нужно больше ёмкость снабжения. Окей. Где тут снабжение флота? Чё, кристаллов не хватает? Окей. Значит, подождём, пока у нас будет больше кристаллов. Это кто такой? Конструктор какой-то. Корабль-конструктор. Строительный фрегат. А, вот оно что. То есть нам нужен обязательно строительный фрегат, чтобы что-то тут строить. Титаны. Нужен завод титанов. Окей. Так. Ну что ж, апгрейдим. Подготовка офицеров нужна, значит. Окей. Военные. Где тут? Оборона. Гражданские. Гражданские. Эээээ... Ээээ... Ещё какую-то планету открыли. Так чё за подготовка офицеров нафиг. Защитный ангар Ремонтная платформа Ингибитор фаз прыжка Замедляет процесс зарядки Фазовых двигателей у кораблей Уходящих от планеты фазовым прыжком Генератор экрана Окружает планету надежным экраном Ясно Наволитовая пушка Корпус броня Антивещество 300 Антивещество это я не понял Откуда оно берется вообще Антивещество оно так появляется Автоматически типа здесь Минное поле Литейное титанов Все тут ясно Ну вот Что там за подготовка офицеров Есть Тут что-либо А вот Первая подготовка Офицеров Окей Все Мы можем продолжить А значит можем строить А я думал что то у нас Типа первое уже исследовано А оказывается нифига Гражданские вот Что-то тоже и следуется Потихонечку Ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу убили 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 и сволочи замочили research complete или нет 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 он живой все но он просто подзарядился какой-то антиматерии или чем-то председатель комплекте ну тут антиматерия быстрее восстанавливается ко мне кто то прилетел разведка никто нужно в общем боевые корабли уже начинать строить какие нибудь я хотел опять же авианосец построить сразу же бабах и авианосец есть дальше недостаточное снабжение флота не то он нормально в принципе может построиться и давайте ка построим собственно эту лабораторию опять же недостаточно емкость снабжения почему часовой кейпажей 2 крупных кораблей и что он с я не знаю в регионе так он построился то есть я смог построить авианосец но как я теперь апгрейджу если у меня научных станций не хватает коммайк онлайн так может быть у него три эскадрильи довольно круто процент значит сюда мы присылаем вот ей тут у нас опять кто то кого то исследует где наш исследователь нет уже похоже что все а нет меняйте веке он все еще и следует что то ты бы полетел я не знаю куда то в другое место это все в одно место летаешь а тут у нас а нет тут у нас фрегат и осадный фрегат а у нас блин авианосец авианосец круче всяких фрегатов и осадных фрегатов я так так дальше дальше нам нужно вот это блин нужно было сначала исследовать еще больше экипажа потому что я сейчас научную станцию не смогу построить наверно теперь потому что она считается за крупный корабль а может стоп недостаточно емкость снабжения обычное снабжение не написано она на фабрике влияет или не влияет так значит ты у нас с тремя эскадрильями истребителя так ракетные батареи размещают стационарные платформы которые некоторое время атакуют противника в радиусе досягаемости интересно эмбарго конфискует часть дохода от производства планеты замедляет постройку кораблей и сооружений так далее так потратить кредиты на да ну нафиг лучше ракетные батареи улучшить вот быстрое производство а он строит истребители а дроны бы тоже строил может дроны просто быстрее строятся но знаете есть авианосцы с истребителями есть авианосцы с дронами а это просто улучшает звенья окей окей автоиспользование выключено пока что так ну один корабль как бы погода не делает так контрол 1 я смогу забиндить его на контрол 1 а ну ка единичка да могу забиндить все в порядке и этот корабль я думаю может сюда прилететь и разбомбить здесь всех так что надеюсь на это одним кораблем атакует и конечно попка будет болеть после этого так скаутся фонда колональцев планет крейсеры нам вообще недоступны пока ну заряжайся ох полетел полетел красавец полетел мой милый посмотрите 250 на 250 будем надеяться что не на нас нападет так а я теперь второй по военной мощности скажем так религии на рынке р религии на рынке ой зря это применил в принципе тут мало врагов в речи бабах 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 давай 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 так прочности крана смотрите а это антивещество то есть антивещество тут все таки присутствует все они разделались с ним давайте осадный фрегат этот уничтожайте ракетная батарея смотрите она пуляет по всем норм так видите ракеты летят сейчас они его уничтожат нафиг бабах и все бабах и все круто люблю я такие игры рейдинь и лавнин клэр ну уничтожайте его а щиты невредимые что сквозь щиты бьет что ли а это антиматерия у него полная значит прикольно так теперь берем другой фрегат и отправляем его сюда да коммайк онлайн у нас будет новая планета скоро так да тут два металлических экстрактора и еще какой то там где не было что за день не было солнечная радиация цели круг у м отлично солнечная буря ну интересно тут бафы прямо есть а вот она база пиратов пираты не надо меня трогать капец что тут творится сейчас они его убьют нафиг все убили да пираты это плохо их там много очень много поэтому я думаю я думаю что нам стоит готовиться к новому строительству кучи кораблей всяких а теперь то мы можем надеюсь построить нет не можем ну какого хрена окей где там наш фрегат здесь уже да вот он и давайте-ка сюда его пригоним а ну да тут же пауза все время забываю что у меня пауза тут так ну что ж у тебя уровень 1 и ракетные батареи 1 нужно полететь куда-нибудь повоевать наверное колонизация идет замечательно планета окружается каким-то дерьмом дерьмом прежде всего эти ну и эти сойдут и военную лабораторию здесь построим так нет не надо следить за ним здесь у нас будет авианосец значит норм ну ладно пусть тогда здесь будет лаборатория все норм а ты я не знаю во первых оборонительные сооружения или нет или нет не надо скорее саму оборону давайте защитную платформу здесь построим так как здесь у нас наши то мы построим эту платформу где-нибудь вот тут подальше от планеты может и нет не стоит ну ладно пускай будет попробую а для чего я это сделал я же мог с этим с фрегатом с нашим с авианосцем быть да потому что я собираюсь с авианосцем полететь захватывать новые планеты надо его прокачивать авианосец он крут так как в фрилансере блин только в стратегии фрилансере круче ну правда детализация не очень но я думаю детализацию можно здесь повысить у меня же не максимальная графика видеорежим что он нам дает вот так а нифига не меняется а вот типа чтобы не было нифига видно приближение к курсору включено так так давай стартой у тебя же есть антивещество поиски а а эту штуку еще не построили но ничего построят и давайте же что нибудь исследовать наконец-то а а теперь мы будем исследовать что нибудь военное 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 что мы можем мы пойдем естественно по металлургии а а а как раз по оборонке норм так дальше здесь усиленный корпус структурной прочности н тоже неплохо но вот это что учительная система экранов но это позже всего ремонтная платформа нет ну ремонтная платформа мне не нужна так как у меня корабли самостоятельно чинятся поэтому я не буду то есть исследовать ремонтные роботы прототип хашиха хашейка интересно роботы разрушители мне надо обязательно это все исследовать чтобы их получить я бы не хотел так оснащает ракетные фрегаты джавелис ага джавелис нужно две штук строения и военная лаборатория так это мне нужно кучу военных лабораторий строить офигеть а мне же надо что то еще исследовать из гражданского что я тут еще могу исследовать из него так это мы все исследовали здесь мы тоже исследовали максимум населения плюс 15 процентов разведывательные что то там так колонии в пустынях а я на какой основал колонию вот кстати модульная архитектура нам бы пригодилась как то не особо у меня я не собираюсь дипломатии играть поэтому вот эта политика мне не особо нужна а а вот для этого нужно две гражданской лаборатории гидрометаллургия что она добыча металла возрастает а вот эффективная сортировка экстрактор кристаллов а плюс 7 процентов добыча кристалла но сейчас это мне не особо нужно орбитальная торговля круто вот две гражданской лаборатории нужно абсолютно гражданские лаборатории мне нужны абсолютно точно а я смогу еще одну построить нет емкость снабжения недостаточно значит нужно снабжение прокачать а как так а одну только базу можно строить то есть блин фигово а как увеличить это снабжение неужели только одну лабораторию возле каждой планеты можно строить это довольно хреново я бы сказал м так ну и где мой корабль он летит куда то да пауза замечательно фрегат ну а чё ты не стоп так я же могу исследовать почему не следует сам а ну да наш еще не построена видите вот построиться и начнут исследоваться все эти штуки другие окей окей будем ждать с нетерпением с так фрегат протел x1 используемое снабжение 56 и 194 он что за фигня снабжение никак не влияет на эти базы